Армия Китая организовала патрулирование и новые учения вокруг Тайваня. Поднебесная провела международный форум, посвященный миротворческим миссиям ООН. Военные самолеты и беспилотники поразили гостей авиасалона в Чанчуне. Китайская команда стала лучшей в двух конкурсах армейских международных игр этого года. В Чунцине потушили лесной пожар. По всему Китаю вызывают искусственные дожди для борьбы с засухой. В провинции Шаньдун строят третью демонстрационную зону добычи сланцевой нефти. Россия и Китай запустили совместный проект по обмену видеопродукцией. В Пекине стартовала китайская международная ярмарка торговли услугами. Сезонная миграция скота началась в Синьцзяне. Вокруг острова Тайвань вновь проходят учения и совместное патрулирование различных родов войск в морском и воздушном пространстве. Эти стандартные военные маневры служат ответом на меняющуюся ситуацию в Тайваньском проливе, говорится в сообщении Восточной зоны боевого командования NOAC, опубликованном в социальных сетях. Военнослужащие продолжают тренировки и отрабатывают различные сценарии, чтобы защитить суверенитет и безопасность Китая, а также стабильность в Тайваньском проливе. Китай провел двухдневный международный форум, посвященный миротворческим усилиям ООН. В службе миротворцев становится все более опасно, и нападения на них происходят все чаще. Поэтому так важны форумы, подобные тому, что организовал Китай. Ученые и эксперты из Организации объединенных наций разных стран мира обсудили угрозы, с которыми сталкивается современный мир. От организованной преступности и терроризма до изменения климата, а также пути их преодоления. Участники переговоров делились идеями о том, как должна выглядеть эта концепция, как облегчать проведение миротворческих миссий, налаживать партнерские отношения и решать конфликты мирным путем. Мир становится все более хаотичным. Все больше людей покидают свои дома из-за войн. В Сирии, Афганистане. Это очень серьезная проблема, с которой сталкивается Организация объединенных наций и все международное сообщество. Китай устраивает подобные встречи, чтобы выработать общий подход. Наша общая цель – защита мира. Начиная с 1948 года ООН провела 72 миротворческие миссии. 12 из них продолжаются по сей день. Китай играет в этом процессе важную роль. Страна укрепляет взаимодействие с другими участниками миротворческой деятельности. И за последние 32 года отправила участвовать в миссиях ООН более 50 тысяч миротворцев. Народно-освободительная армия Китая продемонстрировала свои достижения на Чанчуньском авиасалоне в провинции Цзилинь. Под восхищенные крики зрителей в небо взмыли тяжелые военно-транспортные самолеты и истребители. Пилотажные маневры выполнил и новый самолет-заправщик. Этот воздушный танкер – одна из новейших разработок китайских авиаконструкторов. В последнее десятилетие самолеты моделей Юнь-20 и Чанду-Джей-20 играют все более важную роль в военной подготовке. Они активно используются в армии и рассчитаны на большую дальность полетов. Самым ожидаемым событием салона стало авиашоу под названием «Почетный караул в ясном небе». АСВВС показали фигуры высшего пилотажа на шести истребителях, созданных в Китае. Их эффектное выступление включало маневры синхронного пилотажа на предельно малой дистанции, ловкие перестроения и сложнейшие элементы авиамастерства. «После того, как я увидел истребители в небе, я понял, что военно-воздушные силы Китая очень сильны. Теперь я мечтаю посмотреть на них поближе и потрогать своими руками». Для любителей авиации на форуме приготовили множество сюрпризов. Это и павильоны, где на территории в 140 тысяч квадратных метров выставлена авиатехника и оборудование. И выступление каскадеров. Но самое завораживающее зрелище – световое шоу беспилотников. Группа из 2022 дронов поднялась в ночное небо, чтобы нарисовать сложнейшие картины. Подготовка представления заняла два месяца. Над ним трудились более тысячи специалистов. Команда Китая стала лучшей сразу в двух конкурсах армейских международных игр. Военнослужащие «Нуак» завоевали золото в Суворовском натиске – состязании экипажей боевых машин пехоты. Второе и третье места в нем заняли команды Белоруссии и России. В соревновании инженерных подразделений «Безопасный маршрут» сборная Китая опередила Россию и Венесуэлу, которые стали обладателями серебра и бронзы. Оба конкурса прошли в городе Корло, Синцзяну, Игурского автономного района. Команды из России, Белоруссии, Ирана, Венесуэлы и Китая не только приняли участие в военных соревнованиях, но и посетили выставки, где рассказывалось о военной культуре разных стран. Армейские международные игры завершились 27 августа. В них приняли участие более 270 команд из 37 стран и регионов. Китай стал одним из 12 государств-организаторов военной Олимпиады. Пожарным удалось потушить пламя в лесах Чунцина на юго-западе Китая. Из-за чрезвычайно сухой и жаркой погоды пожары вспыхнули сразу в нескольких районах муниципалитета. Для борьбы с огнем задействовали более 14 тысяч спасателей, свыше 3100 единиц оборудования и 10 вертолетов. Своевременно эвакуировали более 1800 жителей. В результате удалось избежать жертв и значительного ущерба для инфраструктуры. В поселке Сема района Бэйбэй лесной пожар бушевал в течение пяти дней. После победы над пламенем спасатели вместе с полицией и добровольцами отправились на поиски возможных источников повторного возгорания. Один такой пожар уже удалось предотвратить. В Бэйбэе уже готовы к тому, чтобы в любой момент вызвать искусственный дождь, если того потребует ситуация. Сражаться с огнем активно помогали мотоциклисты. Они доставляли еду, лекарства и напитки ко временным пунктам снабжения, а также подвозили лед, чтобы охлаждать воду для персонала на передовой. По всему Китаю вызывают искусственные дожди. Это один из эффективных способов борьбы с затянувшейся засухой. В провинции Сычуань вызывают осадки с помощью беспилотников, а в муниципалитете Чунцин для этого используют специальные ракеты. В провинции Гуйчжоу самолеты высеивают в облака йодистое серебро, чтобы катализировать осадки. Тайфун Маон создал оптимальные условия для таких операций. «Осадки, вызванные с помощью авиации, хороши высокой эффективностью. Они могут воздействовать на обширную территорию. Самолеты быстро распространяют катализаторы и могут действовать непосредственно на облака». В провинцию Хэнань, известной высокими урожаями зерна, также прибыл самолет для искусственного создания осадков. Первая миссия состоялась сразу же в день прибытия. Впереди еще несколько полетов над юго-западной частью региона. В провинции Шаньдун началось строительство третьей в Китае демонстрационной зоны добычи сланцевой нефти. Местом для нее стало месторождение Шэнли, которое находится в геологической впадине Цзиян. Там, где когда-то произошел тектонический сдвиг, сегодня большие запасы нефти. Она распространена на площади более 7 тысяч квадратных километров и в глубину до 5 тысяч метров. Средняя толщина нефтяного пласта от 300 до 500 метров, а в некоторых местах и более тысячи метров, что стало абсолютным рекордом. Ресурсы сланцевой нефти на месторождении Шэнли в Цзияне относительно велики. Прогнозируемый запас – 4 миллиарда тонн. Уже пробурили 8 скважин, пиковая суточная добыча нефти из которых превысила 100 тонн. Также есть 5 скважин, которые добыли в общей сложности более 10 тысяч тонн нефти. Это говорит об очень хороших перспективах. Открытие этой зоны знаменует новый этап разведки сланцевой нефти в КНР. За первую половину этого года в стране добыли почти 2 миллиона тонн сланцевой нефти. Это на 14% больше, чем в прошлом году. Другие демонстрационные зоны находятся в провинции Хэйлунзян и в Синцзянуйгурском автономном районе. Российско-китайские отношения теперь укрепляются и в области СМИ. В российском посольстве в Пекине состоялась торжественная церемония запуска нового проекта по обмену видеопродукцией. Журналисты двух стран смогут делиться разнообразным видеоконтентом – от новостных репортажей до документальных фильмов. На церемонии запуска проекта собрались дипломаты, чиновники и медиаменеджеры крупных государственных СМИ. В числе участников знакового мероприятия – посол России в КНР Андрей Денисов, генеральный директор медиакорпорации Китая Шэнь Хай Сюн, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев. Проект позволит медиакорпорации Китая регулярно обмениваться контентом с российскими партнерами, включая ВГТРК, МИА «Россия сегодня», российскую газету, телеканалы «Большая Азия», «Красная линия» и другие СМИ. Российские медиа покажут подготовленные CGTN спецпроекты, в частности серию репортажей «Летопись десятилетия» и ряд других документальных лент. На мероприятии по видеосвязи выступил первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов. По его словам, совместный проект позволит СМИ двух стран еще теснее сотрудничать в новостном обмене в сферах документалистики и создания научно-популярных программ. Народы наших стран с интересом и симпатией вглядываются в жизнь друг друга, знакомятся с важнейшими событиями настоящего и прошлого. Мы уверены, что проект по обмену видеопродукцией поможет гражданам России стать свидетелями важнейшего события в жизни Китая. В рамках мероприятия состоялось и еще одно важное событие. Посол России в Китае Андрей Денисов по приказу и поручению президента Владимира Путина вручил главе медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну Орден Дружбы, государственную награду за особые заслуги в укреплении дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между Россией и Китаем. В Пекине стартовала китайская международная ярмарка торговли услугами. Акцент в этом году сделали на выставке «Культуры и туризма». В ней участвуют более 900 предприятий, а под экспозицию отдали два зала общей площадью почти 15 тысяч квадратных метров. Девиз выставки «Цифровизация расширяет возможности культурного туризма. Культура создает лучшую жизнь». Около 500 предприятий принимают участие офлайн, одновременно будут работать онлайн-платформы в формате 3D. На них зрителям продемонстрируют новые сценарии и формы бизнеса в индустрии культуры и туризма. Один из ключевых моментов – это интеграция культуры и технологий. Многое публика увидит впервые. Например, виртуальную выставку китайских глубоководных аппаратов. Новые технологии широко используются и на самой выставке. Так здесь можно увидеть голографические проекции, окунуться в виртуальную и дополненную реальности. Более миллиона голов домашнего скота в Синдзянуйгурском автономном районе начали свой традиционный путь с летних выпасов на осенние. Сейчас огромные стада пасутся на Баинбулакском пастбище, которое находится на высоте более 2500 метров над уровнем моря. Снег там выпадает рано, а луга, где они проведут осень, расположены в более теплых и равнинных районах. Чтобы попасть туда, животные под присмотром пастухов преодолеют десятки и сотни километров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова